Здравствуйте, с вами Золком Клуб и я, Марина Рыбалтовская, супруга, гуру, мага и волшебник амфибии Евгения Рыбалтовского. В амфибийной лаборатории я занимаюсь популярными видами лягушек. И вот, предположим, вы решили завести лягушку. С чего же вам начать? Сегодня мы приготовили для вас топ-10 лягушек, на которые стоит обратить внимание начинающим амфибийщикам. Готовьтесь, мы приоткроем вам мир амфибий. Разумеется, это наш субъективный гайд лягушек, которые наиболее просты для начинающих террорумистов. И, естественно, это лишь обзор, небольшой топ. То есть, если вы хотите узнать, как содержать ту или иную лягушку, подписывайтесь на наш канал. И либо вы увидите эти ролики в ближайшее время, либо эти ролики уже есть на нашем канале. И в таком случае ссылки на них вы найдете в описании. Мы, естественно, начинаем с конца. Топ-10 нашего списка лягушек для новичков займут древолазы. На 10 месте они, потому что, если вы не имеете вообще никаких представлений о содержании амфибий, вам, конечно, придется тяжело. И амфибиям, которых вы заведете, тоже придется тяжело. Вам придется для начала разобраться с устройством террариума, изучить разведение кормов для древолазов. Едят они только очень мелких букашек. Древолазы – это лягушки для наблюдений. Для них устраивают потрясающие террариумы, озелененные, красивые. Если у вас есть в этом опыт уже в флорариумах и так далее, для вас, конечно, не составит труда завести такую квакушку. Но если вы все изучили по содержанию древолаза, то, в принципе, вы можете собраться с духом, отбросить сомнения и завести его в качестве первой лягушки. В качестве первого древолаза очень хорошо подходят пятнистые древолазы, филобатесы, ужасные и двуцветные листолазы, красящие древолазы или ауратусы, лиукамелосы или священные древолазы. В принципе, такая топ-четверка. Можете ее запомнить, любую из цветовых вариаций практически приобретаете, и это отличный первый древолаз для вас. Кто у нас тут? Вы смотрите, какая лягушечка красивая. Красноглазая квакша. То же самое. Нужно разобраться с террариумом, нужно разобраться с параметрами влажности, нужно подготовиться. Единственное, что попроще с кормами. Едят насекомых, их уже можно купить в магазинах. С этим проще. Так что красноглазая квакша, девятое место. Потрясающая лягушечка. Очень многие террариумисты хотят первой завести именно ее. Но тут есть о чем подумать. Но с натяжкой, при приложенных усилиях, в принципе, сгодится. Посмотрите на этого странного парня. Видите? Такой бугристый. Думаете, это жаба? Ничего подобного. Эта лягушка называется жерлянка. И жерлянок тоже можно рекомендовать как лягушку для новичков. Большинство видов жерлянок, которые содержат в неволе, мелкие. У нас самый крупный вид. Так вот, мелкие жерлянки едят не только насекомых, но даже и мотыля. Поэтому это очень удобно. Живут в полуводных террариумах. В устройстве которых тоже просто разобраться, потому что нет заморочек с влажностью. Жерлянка хороший выбор для новичка. В основном любители содержат краснобрюхих, желтобрюхих жерлянок и дальневосточных. Более того, в Европе дальневосточная хорошо и прочно уже вошла в культуру. Там выводят цветовые морфы, есть голубые дальневосточные жерлянки и так далее. А у нас вот южно-китайский гигантский для обычных жерлянок парень показывает вам, что вообще такие лягухи есть. Их можно заводить. Почетное восьмое место нашего топа. Сейчас будет немножко странно. Мы вроде бы говорили, что это топ лягушек. Тем не менее, мы скажем вам, что мы включили в него жабу. Потому что это тоже беспостная амфибия. Скажем, те же треволазы и жерлянки тоже не совсем лягушки, но мы же их включили. Это жабы. Самые различные жабы, в принципе, хорошо подходят для содержания у новичков. Это даже наши обычные серые жабы. Это зеленые жабы. Монгольские. Чернорубцовые. Жабы-аги. В принципе, с них можно начать. Они всех любят хороший ультрафиолет, хороших насекомых, хорошие витаминки. Нужно тоже хорошо подойти к обустройству террариума, но начинающие с жабами справляются. Практика показывает, что это хорошая амфибия для того, чтобы начать. Бескостно. Мы же о них говорим. Так что седьмое место. Жабоньки. Ну, тут у нас телодербы. Маэстр Жебалтовский собрал такую коллекцию, больше которой, наверное, нет во всем мире. И смело можно сказать, что некоторые из видов телодерм хорошо подходят для начинающих. По нашему опыту, люди, которые начинают с содержания телодермы асперум, телодермы стилятум, телодермы вьетномензи, хорошо преуспевают потом в амфибии. В принципе, с этими видами нет никаких проблем. Шестое место нашего топа занимают телодермы или бородавчатые веслоноги. Однако, не лишаясь ты веслоног, как многие подумали и, как многие говорят, на наш взгляд, крупные виды телодерм, такие как вертикали, рябови, гордони, не очень подходят для новичков. А бикалоры, опять же. Стоит немножко подумать, немножко глубже изучить эту тему и только тогда заводить крупные виды телодерм. У многих существует с ними масса проблем, если они сталкиваются с ними впервые. А мелкие виды телодерм, как я уже сказала, асперум, стилятум, вьетномензи, это вот три базовых вида, наиболее подходящих для новичков. Но на самом деле видов мелких телодерм довольно много и, как показывает практика, они довольно пластичны. Просто люди реже заводят их в качестве первых. У нас нет большого опыта, чтобы с уверенностью говорить, что с ними тоже все хорошо. Поэтому мы говорим об этих трех. Им нужны мелкие насекомые, полуводные террариумы. Обзорный ролик про телодерм есть на нашем основном канале. Подробные ролики по содержанию. Дальше будут на амфибийной лаборатории. Подписывайтесь, ждите. Шестое место. Телодермы. Дальше. Чем дальше в лес, тем вы увидите больше, на что обсужает направленность. Мы хотели немножко рассказать о том, как совмещаются новички и веслоногие лягушки. И летающие лягушки. И понимаем, что, в принципе, многие заводят тех же Дензи или исполинских веслоногов в качестве первых, тех же Ринварти. И иногда это бывает успешным. Но решили порекомендовать ту лягушку, с которой новичков однозначно не вызывает проблем. Ну, если они достаточно ответственные. Это лягушка-живая деревяшка. Или полипедатый сатилопус, косноголовый веслоног. У нас недавно был по нему подробный ролик. Все, кто видели, впечатлились. У меня на руках сейчас малыш, ребятенок, естественно. Поэтому всяких веслоногов, может быть, можно было сюда поместить. Но мы же исходим из нашего опыта. И вот, исходя из нашего опыта, это замечательная, глядящая на меня доверчивыми глазками лягушка-деревяшка. Занимает пятое место нашего топа, косноголовый веслоног. Запомните, друзья, я косноголовый веслоног. Я топ. Кто у нас тут? Посмотрите, какая принцесса. Нет, это не жаба. Это такая лягушка, называется она рогатка. Есть два популярных вида рогаток, украшенная и чакская. У нас на руках сейчас чакская, она более рогатая и более бугристая. Украшенная более яркая. В России чаще встречаются именно чакские рогатки. Украшенную найти сложно, но, в принципе, условия у них абсолютно идентичные. Обе могут питаться рыбой всю свою жизнь. И, в принципе, в подборе условий содержания с ними ошибиться довольно сложно. Ролик о содержании уже есть на нашем канале. Смотрите, учитесь, заводите таких красавиц. Почетное четвертое место. Рогаточки, да? Конфеточки. Посмотрите на эту красотку. Мята, шоколад, потрясающая лягушка. По секрету, у нас даже свадебный торт был в форме. Прихотефали с резинефиктрикс. Это жабовидная квакша. Очень популярная, очень красивая. И довольно простая в содержании амфибия. Ролика по ее содержанию у нас на канале пока еще нет, но он будет в самом скором времени. Подписывайтесь, следите за нашим каналом. Вы узнаете, как ее содержать. Но мы вас уверяем, лягушка довольно простая. Новичкам подойдет. Итак, запомните ее. Жабовидная квакша. Третье место нашего топа. Кого же мы поместили на второе место? Как вы думаете? Я думаю, многие догадались. Почетное второе место занимает Литория цирулея. Или австралийская голубая квакша. Эта лягушка абсолютный топ рекомендаций для новичков. Для питания подходят любые насекомые. Включая те, которые обычно в питании лягушек не используются. Например, зоофобус или мучник. Температуры очень пластичные. Влажность очень пластичная. Конечно, нужно изучить все рекомендации. Конечно, нужно соблюдать все условия. Но с Литорией ошибиться тяжело. Поэтому она прекрасно подходит для тех, кто еще не очень уверен в себе и хочет попробовать себя в амфибийной период мистики. Запомните, это прекрасное лицо. Австралийская голубая квакша. Второе место. И, наконец, почетное первое место. То, чего вы так долго ждали. Как думаете, кто это? Как думаете? Это водонос. Роющая лягушка или лягушка-бык? Это маленькая осыпь. Вырастают они до двух килограмм. Некоторые самцы еще и больше. Самке около полкило. Но эта потрясающая лягушка, конечно, тоже требует своих условий. Конечно, ей тоже нужны и температуры определенные, и влажностный режим, и кормление, специальные витаминки. Но накосячить с водоносом сложнее всего. Поэтому это топ-1 для начинающих террориумистов. Водоноса можно кормить насекомыми, грызунами, птицей, рыбой. В общем, выбор. Питание очень велик. Все это очень доступно. И водонос у нас занимает первое место. Итак, дальше все тайные подробности по содержанию этих прекрасных лягушек будут на нашем канале. Амфибийная лаборатория Закон-Клуба. Подписывайтесь, ставьте лайки. И любите лягушек, содержите лягушек. Начинайте с показанных в этом топе видов. И вас ждет успех. Пишите в комментариях, какая у вас была первая лягушка. Какая вам понравилась. Какую хотелось бы завести. А какой хотелось бы услышать подробности на нашем канале. И какие именно развиваем амфибийную культуру вместе. О да, я знаю. Я знаю, что вы спросите. А как же шпорция лягушка? А как же гимнахирус? А как же баджета? Почему мы их не ввели? Это же однозначно. Очень популярные лягушки, особенно шпорки. Наверное, мы их оставили к аквариумистике. А здесь террариумные лягушки. Я не знаю. Почему мы не внесли шпорок? Не знаю.